Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Иллижей Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим играть в игру под названием Палеон. Вы наверняка её помните, эта игра, про то, как несколько чуваков путешествовали на машине времени и застряли в прошлом, и теперь они должны возродить технологии и цивилизацию, чтобы отправиться назад в будущее. Ну а если вам понравится этот ролик, или вы захотите поддержать меня и этих маленьких поселенцев, вы можете это сделать с помощью лайков. Это очень важно, потому что у них даже одежды нет. Итак, друзья, вот что мы имеем на данный момент. У нас есть несколько избушек, в которых можно жить, и даже у нас есть вот такой вот примитивный храм, где мы получаем немного здоровья, энергии и даже счастья. Но самое главное сейчас для нас, друзья, это создать одежду, потому что все бегают голышом, это неприятно, давайте же посмотрим. Так, одежда из кожи, это зашибенно, но я не могу пока позволить себе одежду из кожи. Кожа приготовляется очень медленно, она в дубильне. Начинает потихоньку крафтиться. О, слушайте, а может быть, а может быть сразу делать из кожи, а не из шкуры? Кожаная одежда все-таки практичнее, она не будет намокать и все такое. Имеют вот доталкивающие свойства, ну вы понимаете. Ладно, я выберу тогда другой вариант, я построю себе еще одну дубильню. А, возможно, имеет смысл построить сразу две дополнительных дубильни. Ресурсов у нас много, и мы можем себе это позволить. Также я бы хотел построить еще несколько хижин из палок, потому что жителей становится все больше и больше, а жить им негде. Поэтому две дополнительные хижины явно не будут лишними. Я бы еще построил, не знаю, какую-нибудь дорогу из камня, например, чтобы все это выглядело красиво и просто прекрасно. Только почему-то дорога каменная как-то выглядит не очень хорошо. Ну давайте проведем ее, допустим, вот так и вот так, вот так, вот так. Деревня обретет нормальный внешний вид. Люди, наверное, по дороге смогут гораздо быстрее перемещаться. В общем, совсем другое дело. Деревня выглядит великолепно. Далее, чего нам еще не хватает? Ловушка для рыбы. Прекрасная вещь, воткну ее, пожалуй, куда-нибудь сюда, чтобы производство рыбы можно было автоматизировать. А то человек запарился стоять с копьем возле воды. Уж я-то знаю, о чем говорю, друзья. Уж я-то знаю, что рыба, надо уметь ее ловить копьем, и это сложно. Так, чего нам еще не хватает? У нас есть место для рыбалки. Очаг имеется. Далее, сушилка для шкур есть. Дубильня имеется. Углевыжигательная печь тоже. Крафтер. Кстати, что касается угля, да, мы потихоньку уголь производим. Что еще, хранилище построили. Ну и, пожалуй, ага, менгир. У нас есть менгир, который дает непонятную какую-то штуковину. Я до сих пор не знаю, для чего она нужна. Простейший менгир. Он добывает какой-то ресурс важный. Опачки, новые очки. Офигеть, сколько технологий! Мы сможем перейти в бронзовый век скоро. Дальмен, друзья. Используется для захоронения умерших. Я изучил дальмен. Дело в том, что я жил на юге, на Кавказе когда-то. И там были дальмены в горах. И я в них даже был. Это прикольные сооружения из больших кусков камней. И до сих пор ходят споры касательно того, для чего они нужны были. Либо это были дома, либо это все-таки были как бы кладбища своеобразные. Но, тем не менее, у нас есть теперь дальмен. И кладбище наше будет располагаться, ну, я даже не знаю где. Давайте кладбище будет рядом с менгиром. Это будет такой ритуальный, да? Ритуальное место. Тут всякие такие штуки непонятные будут. В том числе дальмен. Примитивный храм есть. Нам бы, друзья, не помешало пособирать ресурсов и пособирать... Добывать. А бы добывать... Я могу что-то добывать? У меня шкирок вроде бы нет. Ну, давайте попробуем подобывать. Попробуем порубить деревья. Ага, это только для ягод подходит, я так понимаю, да? Или у меня нет топоров? А, нет, вот, смотрите-ка. Некоторые деревья можно все-таки выделять. Хорошо, у нас будет появляться древесина. Также срез же мы несколько ягод, например, вот тут. Отлично. Срубить полностью. Зачем нам рубить полностью? Срезать полностью не нужно. Охота. Вот это вещь прекрасная. Кабанчики что-то тут разбегались. Они такие мясистые. Я из них хочу получить мясо. Ну и, конечно, опа, пшеница. Глядите-ка, пшеница. Давайте мы пособираем тут камни. Пригодятся. Срежем ягоды и пшеницу. Ну, друзья, ресурсов у нас становится все больше и больше. Развитие идет полным ходом. И вроде как появилось еще одно очко технологий. Обработка зерна. Будем делать муку? Че бы и нет. Зернотерка. Для этого понадобится нам? Такс. Зернотерка. А это получается... А где это? Вот. Правда, сам хлеб... Да мы можем печь хлеб. У нас же есть печь. Зернотерка будет находиться здесь. У нас такой комплекс производственный в центре. Вокруг будут стоять дома со временем. Но пока жителей не так много, чтобы строить дополнительные дома. Такие вот, друзья, дела. Такс. Ах, что касается хлебушка. Погодите. Я могу только уголь делать? А как мне хлеб произвести? Тут у нас различные инструменты каменные и деревянные. Во, лепешки можно делать тут. Давайте-ка тогда поставим бесконечное производство лепешек. Бесконечное производство жареной рыбы. Ну и бесконечное производство жареного мяса у нас и так стоит. Чтобы не было продовольственного голода, дефицита еды. И, короче, ну вы понимаете, люди хотят есть рыбу с лепешками. Это же офигенно. Можно бутерброды первобытные создавать. Класс. Правда, жителей, конечно, маловато. Ресурсов разбросано по миру просто несчетное количество. И все эти ресурсы я пока сдействовать не могу. Обидно, очень обидно. Так, а что по одежде? У нас все еще одета только одна девушка. Прикольно. Кстати, мужики все бегают голыми, а вот девушка одна уже оделась. Молодчина. Я бы тебе какую-нибудь одежду дал бы. Но у нас нет одежды из кожи. Но скоро она появится. Вот у нас появился кусок кожи. Из него мы можем сделать одежду. У нас заказано 5 единиц, 6. Но многое зависит вот от этого. А, я не установил. Давай. 6. И вот сюда. 6, да. Теперь, когда у людей будет возможность и время свободное... Эй, у меня тут мертвая рыбешка. Надеюсь, она не сгниет. Так вот, когда будет возможность, люди подбегут, положат сюда старую шкуру в дубильню, вымочат ее, высушат в соли, и она будет жесткой, крепкой. Потом ее можно будет отбить и придать ей мягкости. Но она при этом останется сухой. И это здорово. Можно будет в ней облачиться, бегать. Ну, и к тому же, толстая кожа первобытная могла служить неплохой защитой от хищников. Как от каких-нибудь когтей. Ну, всяко. Сухая кожа большого животного, крепче, чем человеческая кожа. Которая, блин, ветку взял, порезался, умер. Ну, вы понимаете. Жесть. О! Ловушка в рыбешке. Рыбешка в ловушке. Прекрасно. Ладно, давайте немного ускорим течение времени. Люди очень медленно работают. Я бы хотел, чтобы они развивались все-таки немножечко шустрее. Дел у нас много. Появляются технологии. Переходим в эпоху мезолита. В прошлой серии мы были в палеолите. Сейчас у нас мезолит. Гончарное дело. Можно будет делать керамический горшок, кувшин с водой. Место для сбора воды. А нужна ли нам вода? Наверное, больше как какой-нибудь ресурс. Но люди никогда не испытывают жажды. Но будем развиваться постепенно. Изучаем гончарное дело. Здесь у нас все изучено, да? Никаких вопросов нет. Ну, в общем, в горшках можно хранить сок, например. Делать вино. Потому что вода в те времена была, ну, так скажем, прямо немного неприятная. Можно было травануться и спокойно умереть от какой-нибудь дизентерии. Или внутри у тебя было офигенно много паразитов. Ну, в общем, не связывайтесь с первобытной водой. Не очень. А так в кувшинах можно будет ее кипятить, как минимум. Да, у нас есть печь, но кипятить-то не в чем было. Так, хорошо. Давайте сразу сделаем место для производства... Место для сбора воды, конечно. Повернем. И вот тут вот мы будем собирать воду. Прямо возле места с рыбалкой. Далее нам нужна печь для обжига. Жаль, сюда она не помещается. Придется какое-то другое место выделять. Ну, пускай, например, это происходит здесь. Также я проведу дорожку, чтобы все было просто чинно, красиво, замечательно, приятно. Вот так. Ресурсы расходуются. Опаньки! К нам пришел некто по имени Жари. Он принес семена яичменя, и мы сможем сажать агрокультуры. Но я не умею пока сажать агрокультуры. Технология, подходящая, не изучена. Но, тем не менее, я приму его к себе. И смотрите-ка, тут что-то непонятное происходит с костром. Мясо на нем лежит. И оно как бы вроде бы пожаренное. Но почему-то крест и еще какой-то значок. Не знаю, что это значит. Ну, неприятно, неприятно. О, еще одного чувака приодели в одежду. Класс. А что там вообще нужно для создания одежды из кожи? Одна единица всего лишь? Ну, очень медленно производится кожа, поэтому не хватает одежды. И, надеюсь, люди, когда им понадобится одежда, и когда эта одежда будет готова, они все же сами смогут ее одеть. Опа! Пошла добыча постепенно. То ли это глина, это железная руда. Нифига себе, у нас есть железная руда. И тут железная руда. Предлагаю увеличить складские помещения. Потому что у нас как-то были уже проблемы со складами. Когда склад переполнен в этой игре, она вылетает. Вот так это работает. Такие, друзья, дела. Ну и следующая технология. В мезолите. Прядение. Мы сможем делать пряжу и веретено. Для... Ну, это типа мы можем одежду делать. Печь. Для быстрого приготовления пищи. Ну, допустим, давайте сделаем веретено. Находится оно тут у нас в комплексе производственном. Но люди до сих пор зернотерку даже не сделали. Не говоря уже о чем-то другом. Так, и печь для приготовления еды тоже пригодится. Находиться она будет здесь. Чтоб все плотненько было. Близко, близко, близко друг к другу. Правильная уже жесткая кожа имеется. Блин, классно. Очки прогресса появляются у нас очень быстро. Я так понимаю, очки прогресса даются за создание чего бы то ни было. Или за собирательство. Давайте посмотрим, дается за собирательство или нет. За собирательство нет. Только за создание. Ну. У нас, кстати, шкуры заканчиваются, друзья. Мы давненько не охотились на животных. Давайте отправимся на охоту. Поймаем корову. Кабана. И еще одного кабана. Стой. Так. Ну, думаю, трех животных. Завалим мясо на первое время у нас будет. Нифига себе, баран борзы. Ну, дружище, ты хочешь быть едой? Хочешь, чтобы твою шкуру использовали как одежду? Это довольно жестко, но что поделать? Ты баран первобытный. Ты создан для того, чтобы люди тебя ели. Так что, братишка, уж извини, прости. Если бы люди были вегетарианцами в те времена далекие, ну, шансов на выживание у них было бы меньше. Прямо скажем, да? Так как части животных в большинстве своем использовались максимально. Из костей делали примитивное оружие. В кожу они облачались. Согревали себя. Ну, животные это важная часть жизни людей. А не будь животных. Ну, не факт, в каком бы виде сейчас было наше общество человеческое. Поэтому вот эти все вегетарианцы, типа, о, надо беречь животных. Есть мне животные. Может быть, мы бы и не выжили вообще. Еды все-таки было мало. Как охотник человек. Он не быстрый, как кот. Он не мощный, как медведь. Он вообще ничего не может, по сути, человек. Все, что у него есть, это разум. Как раз таки этот разум позволил использовать природу, чтобы закрепиться в мире. И стать вершиной эволюционной цепочки. Такие вот, друзья, дела. Так что все тут, понимаете, связано. Ну, хотя, да, я не первый бытный человек, но я все равно люблю курицу, например. Ну, а кто ее не любит? Хорошо, ну, люди, может быть, вы начнете уже помимо того, чтобы собирать вещи и что-то производить. Как бы пора бы уже. Оба-на, еще кто-то к нам пришел. Он принес три деревянных копья. Зовут его Барту. Друзья, наше поселение прям очень солидное. Для того, чтобы вступить в нашу банду, в нашу эволюционную семью, люди воруют из своих племен вещи и несут их нам. Это здорово. Надеюсь, другие племена не обозлятся и не нападут на нас за это. Похоже, пора расширять жизненное пространство. Поставил еще две палатки. В них-то можно будет потусить. А они камни, да, все это время собирают? Ну, почти вроде все собрали, что нужно было. Может, кого-то одного назначить на сбор, а остальные пускай занимаются чем-то более правильным. Так, вот ход, например. У меня только охотятся, ловят рыбу, доставляют вещи, животноводством занимается. Барту. Ты тоже не будешь заниматься собирательством. Джарри не будешь заниматься собирательством. И ты не будешь заниматься у меня... Это что, животноводство? Где? Доставка. Барту. Вот эти два парня, они будут чисто, ну, ремесленниками. Если я все правильно настроил, теперь они будут создавать вещи, а не бегать туда-сюда. По-моему, им плевать. Они все равно таскают вещи. Хотя я им сказал не делать этого. Джарри и Барту не должны крафт, строительство, переноска. Вот, переноску им нужно еще отменить. Похоже, в переноске все дело было. Ну да, они наконец-таки начали крафтить, вроде как. И собирать. Ягоды. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Джарри и Барту, да? Второй, блин, не смог выделить. Ну ладно, ягоды они донесли, слава богу. Не, им плевать на мои команды. То, что я им сказал, они вообще не послушали меня реально. Ладно, похоже, я слишком много ресурсов обозначил для сбора. Но зато первое время можно будет вообще ничем не заниматься, а исключительно крафтом и эволюцией. Когда ресурсов будет про запас у нас дофигища. О, еще ж на охоту отправился. Но охота дело быстрое. Вон, он быстро завалил кабана. Здоровья у тебя, чел, немного, иди поспи немного. Ты же... Да. Красавчик, просто вместо того, чтобы пойти и поспать, отдохнуть, он пошел охотиться на кабана. Уставший, обессиленный. И как результат кабан его загрыз, съел. Ну ладно, кабан съел человека, стал потолще, поплотнее. Теперь мы получим с кабана больше мяса. К тому же не придется делиться с тем гореохотником. Так что, дружище, молодец, что ты так сделал. Я говорю тебе спасибо. А что ты ничего не строишь? У нас тут типа дома, и как бы надо его построить. Древесина у нас есть. Что, не понимаю. Что происходит в нашей деревне? Никто не хочет заняться. Ты кто еще такой? Джарри. Ты разве не умеешь строить, Джарри? Сбор. Доставка. Может, доставка именно ресурсов для строительства нужна? Да, вот. Доставка для ресурсов для строительства. Вот что это такое. Я понял теперь. Хорошо. Джарри второму чуваку тоже доставку нужно включить. А то опять, друзья, в один момент времени, как раз таки, где-то вот так вот, через 15 минут после начала игры, игра начинает глючить и тебя из нее выкидывает. В общем, меня выкинуло, но я продолжаю. Джарри назначил, чтобы он делал все грамотно и хорошо, но они продолжают собирать ресурсы. Елки-палки-то. Очень обидно, что так вышло. Но зато тот чувак, горе-охотник, возможно, в этот раз выживет. Я очень на это надеюсь. Джарри. Ты где? Джарри вроде бы должен все делать, кроме собирательства. Но, ладно, я их не буду трогать, оставлю их в покое. Интересно, вылет игры опять произошел из-за переполненного склада? Вроде бы разработчики выпустили какой-то хотфикс, но что-то оно не заходфиксило, нифига. На самом деле это довольно обидно. Во, во, во. Все, начал что-то делать. По-моему, по тому же... По той же программе не работают, что и в прошлый раз. Какой склад был переполнен? Вроде бы нормальное. А вот, вот это хранилище. Все, пока не будем туда ничего загружать, чтобы игра не вылетела. Это хранилище тоже переполнено. Все. Хотя, погоди. А как можно сделать так, чтобы они сюда больше ничего не ложили? Не понимаю, ладно. Если они сейчас начнут перетаскивать ресурсы с одного хранилища на другое, я точно сойду с ума. Вот, друзья, они вроде как закончили перетаскивать. Все, наконец-таки. И теперь занялись строительством. Нам не хватает топлива. Вот в чем была проблема. Вот что это был за значок. Из-за того, что люди бегали туда-сюда, мясо не жарилось. В общем, теперь у них есть и кожа. Скоро у них появится кожаная одежда. Почему? Потому что я ее потихонечку создаю. Можно еще несколько единиц добавить. И они все будут одетыми красивыми ребятами. Но у этого одежды из кожи дома нет. Ну, в общем, я понимаю. Устали, хочется отдохнуть. К нам пришел новый чувак по имени Дера. Притащил с собой глины, одежду из кожи, винограда, четыре грозди. Просто великолепно. И новые технологии еще доступны. Глиняная хижина. Кайф. А можно ли старую хижину улучшить до глиняной? Или обязательно заново строить? Ну, похоже, будем улучшать стар... Ой-ой-ой, это массивное очень построение. Постройка. Давайте мы хижину. Ну, она будет, типа, знаете, хижина для вождя. Для самой элиты. Конечно, глины у нас маловато. 33 единицы. Добываю я ее редко. Давайте-ка начнем добывать вот тут глину. А как ее добывать? Не выделяется? Может быть, собирательством? Да, глину нужно именно собирать. Пригодится для создания новых жилищ. Металл у нас есть, но мы его никак не обрабатываем. 37 единиц. Да и нет у нас пока технологии для обработки металла. Ну, зато крафт пошел. Это самое важное. Каменных топоров, может быть, создать несколько. Давайте сделаем штуки 3. 5 каменных топоров. 5 каменных мотык. 5 каменных кирк. Чтобы всегда люди были всем обеспеченным. И 5 каменных прощей. Во, чтобы было оружие дальнего боя. Да, луков там еще далеко. Но прощи уже неплохо. Плюс, опять же, технологии, друзья. Вот. А у нас муку никто не создает. Давайте будем постоянно из ячменя делать муку. Потом пряжа, волокно. Можно немного сделать ткани. Ну, давайте бесконечно поставим. Здесь у нас жареное мясо, жареная рыба. Вот так мы сделаем. И лепешки будем готовить. На костре больше ничего из этого готовить смысла нет. Так как, типа, отменить как можно. Вот, ноль. 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 Зачем делать лепешки на костре, когда можно делать их в тандыре настоящем? По-моему, это гораздо круче и вкуснее. Какую-нибудь лепешку или самсу из тандыра. Только представьте, вот вы ее достаете. Она вся еще хрустящая. Берете свежий, жареный кусок свинины, которая еще утром была жива. Дикой свининой. Бегала по полям. Ела желуди. Вы ее поймали, закололи, как свинью. Пожарили и с лепешечкой. Пам! Я прямо хочу быть первобытным человеком теперь. И они все в одежде, друзья. Больше никакой пошлятины. Они все цивилизованные люди практически. Ну, а технологии новые. Лук. Отлично. У нас есть проща, есть придение. И это позволяет открыть технологию лука. Вот только где этот лук делается, наверное, тоже тут, где крафт происходит. Да. Делается из пряжи и из древесины. Ну, пять луков, думаю, для начала будет более чем достаточно. Все, работа идет полным ходом. Керамические горшки. Нужны ли они нам? Ну, давайте сделаем, например, не знаю, 10 керамических горшков на будущее. Для чего-то они могут пригодиться. Пока непонятно для чего. Еще один новый житель. Это Джарри. Джарри номер два. Сено притащил. Жареное мясо и муку. Где ж ты бегал, Джарри? Алкогольные напитки. Ну, куда ж без этого? Конечно, давайте. Люди должны после охоты еще немного и расслабляться. Алкогольные напитки. Вот только где я смогу делать? Пока не совсем понятно. Для этого же какой-то отдельный, наверное, нужен инструмент. Так, алкогольные напитки. Бродильный котел нам нужен. Вот, друзья, что. И там будут готовиться алкогольные напитки. Бродильный котел поставим здесь. Кто его сделает? И алкоголь будет стопудово создаваться из винограда. Опять же, это будет дезинфекция желудка. И обеззараживание жидкостей. Это хорошо. В алкоголе не заводятся всякие гадости. Всякие паразиты, вирусы и прочая хрень. Просто пьешь, пьянеешь. Ну, в меру. Главное, в меру, в меру. Да и вино в те времена пили почти все вместо воды. Правда, оно было не крепким совсем. Таким, ну. Как квас может быть по крепости. То есть минимально. Хотя было, безусловно, вино и жесткое. Но эти ребята будут делать простейшее вино. Только никто его не хочет крафтить. Все опять занимаются перетаскиванием древесины. Я понимаю, что это очень важно. Ну, давайте. У меня призрак живет в городе. Дера. Чисто копье одно бегает без модельки. Я не знаю почему. Можно отправить его одного против вражеского племени. И он всех истребит. Заберет все ресурсы и будет классно. Ладно, давайте теперь кувшин с вином. Или с пивом. Ну, наверное, вино все-таки более благородный напиток. Пускай будет именно вино. Не знаю, начнут ли люди его пить. А у нас новая очко технологий. А следовательно, мы переходим в новую эпоху. Эпоху неолита, друзья. Мост можно построить. Земледелие. Будем выращивать всякое. А домашнивание животных. Вот что мне нужно. Домашние свинки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще же лучше. Будут есть. Уморите, маленькая коровка лежит. А что здесь коровка-то лежит? Ее зовут Тур. Погоди. Ее можно приручить. Мы приручим коровку, друзья мои. Мы можем приручать коровок. Какая классная вещь. Так, могила. Нам нужна могила? Давайте мы несколько могил поставим возле дольменов. Вот так. Красиво будет смотреться. И, разумеется, хлев для коровок. Хлев мы установим. Я даже не знаю, где. Где бы у нас будут жить животные. Вот это бы место все нужно очистить. Просто растут еще кустики. Их как бы... Надо бы вот здесь. Давайте мы все это добудем. Кедрень и феня. Расчистим место для коровок. Коровки это святое. Проведу пока дорогу. Пока заняться нечем. Деревянный забор установим. Блин, мне игра начинает нравиться все больше и больше. Реально появляются классные технологии. Развитие идет полным ходом. Просто полным ходом. А? Вот это я понимаю. А сколько в глиняной хижине может жить человек? Сразу три. Надо бы еще парочку таких поставить. Поэтому уберем здесь вот эту штуку. Она мешается очень сильно. Металл соберем вот так. Дерево это, пожалуй, нужно срубить. Кедрень и феня. Срубить полностью вот так. Освободим место для домов. Оба-на! А тут уже все расчистили. Довольно шустро и быстро. Молодцы. Ну что, хлев? Вот так хлев будет стоять. Прямо по центру. Так, и коровок надо приручать. Стой, коровка. Я тебя приручу. Это что? Зарезать. Тур это наша коровка. Можно ее подоить, либо ее зарезать. Но зарезать коровку я не буду. Коня, коня. Хочу приручить коня. Давайте. К нам пришел осел спать. Сейчас мы их всех в хлев загоним. Смотрите, тут еще какая-то штука. Саженец дуба. Будем сажать. Ой, а это кто такой? Кабан! Мини-кабан! Приручить мини-кабана. Конечно. Давайте, давайте. Заборчик тут еще поставим красивый. Вот такой. Оставим маленький проход, чтобы животные могли заходить сюда. Ну, красиво, по-моему. Коровка тусуется в амбаре. Бегает еще мини-пик. Эй, не бегай сквозь эти... Сквозь забор. Это что? Похоже, забор немного неправильно стоит. Ну, ладно. Вроде симпатично. Вроде симпатично. Хотя животные, конечно, у нас невоспитанные. Бегают кто куда. Занимаются чем хотят. И новый поселенец прибыл. Зовут его Казадуб. Добро пожаловать в семью. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Коровка залезла прямо на крышу амбара. До новых встреч. Удачи и пока. Счастья вам, друзья. Любите животных.